Как так вышло, что мы платим дань и кому? АПЛОДИСМЕНТЫ Новая конституция, созданная по заветам Ленина, принята. Советские люди празднично отметили это историческое событие. В Челябинске тысячи трудящихся из всех районов города вышли на площадь революции. Все выступавшие на митинге говорили об огромном значении основного закона, закрепившего достижения нашего государства за 60 героических лет. Производственное объединение «Ижмаш» в Лутбуртии готовится выпустить в миллионную по счету автомобиль. Свою трудовую победу работники объединения посвящают 60-й годовщине Великого Октября. С глубоким интересом среди рижевцы заработают внеочередной сессии Верховного Совета СССР. На митинге работники сборочных церков единодушно одобрили проект новой конституции. Конституция, основной закон Союза Советских Социалистических Республик принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР 9-го созыва 7-го октября 1977-го года. Глава 1. Политическая система. Статья номер 6. Руководящий и направляющий силой советского общества. Ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, Линию внутренней и внешней политики СССР руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. В этом здании была провозглашена советская власть на Урале. Город Труженик ежедневно умножает то, что было завоевано революцией. На главной магистрали ощутимее пульс города с миллионным населением, масштабнее картина огромных премьер. Собрание областного и Свердловского городского партийного актива единодушно одобрило проект новой Конституции Союза СССР. Выступавший в премии герой социалистического труда Токарь Анатолий Прокопич Додор, член КПСС с 1906 года Анна Николаевна Бычкова, знатный из уборищек Александр Иванович Хромцов горячо поддержали проект основного закона нашего государства. Первый секретарь Свердловского комы КПСС Борис Николаевич Ельцин в своем докладе сказал. Мы привыкли к большим масштабам, когда говорим о происшедших изменениях. Но сегодня хочется назвать их, чтобы еще раз почувствовать эти грандиозные изменения, происшедшие всего лишь за 40 лет. Общий объем вала и продукции промышленности области к началу десятой пятилетки вырос по сравнению с предвоенным периодом в 23 раза. За прошедшие годы вступили в строй крупнейшие предприятия страны Нижне-Тагильский металлургический комбинат, Первоуральский и Синарский трубные заводы, Уралхиммаш, Уральские турмоторы и другие. Иным стал и социальный облик нашего общества. Наш рабочий класс сегодня – это две трети населения страны. Советский образ жизни выступает образом жизни рабочего класса по своей классовой сущности, по своему содержанию. В его основе лежит мировоззрение рабочего класса, а это марксистско-ленинское мировоззрение. Здравствуйте! Сегодня в первой половине дня состоялась встреча Горбачева и Ельцина. В 16.00 президент СССР начал выступление на сессии Верховного Совета России, а в 16.20 прозвучало вот такое заявление. Запрещать Компартию – это, я вам прямо скажу, будет ошибкой со стороны такого демократичного и Верховного Совета, и президента России. Поэтому я точно ли назван указ? О незапрещении, о приостановлении деятельности Российской Компартии до выяснения судебными органами ее причастности ко всем этим событиям. Это совершенно законно. Очень много сделано в считанные дни, даже часы. Но впереди очень много трудностей, и может быть и главное из них – суметь правильно и сразу воспользоваться результатами завоеваний. Правильно и немедленно. Обсуждая возможности сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, мэр Ленинграда Анатолий Собчак заявил президенту банка господину Атали, что западные инвеститоры могут рассчитывать на то, что им в качестве гарантии их вкладов будут проданы некоторые наши заводы и предприятия. Они смогут купить землю и организовать на ней производство, которое затем будет передано им в собственность. Анатолий Собчак выразил также надежду на то, что теперь, когда партийные структуры должны будут отойти от власти, препятствий для сотрудничества не будет. А для чего нужны вклады? Понятно. Однако интересно то, что первым пунктом перечня наших нужд Анатолий Собчак назвал необходимость обучения и образования новых людей, которые смогут с пользой для Отечества трудиться в совершенно новых условиях. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я издетя того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскресность. Опыт минувший десятилетий научил нас. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. Продолжение следует... Локация along the border, trying to straighten it out. Субтитры создавал DimaTorzok